дорогие друзья я всех приветствую из канады всех приглашаю на мой канал и всех приглашаю на очередное видео обзор моих находок сокровищ из секонд-хенда украшения винтаж и не очень я надеюсь что вам будет интересно давайте смотреть ну что ж дорогие друзья давайте перейдем к рассматриванию сегодняшних сегодняшнего улова сразу хочу очень быстро и очень коротко обратиться к девочкам из маникюрной полиции у меня не очень не самый свежий маникюр вы уж простите меня я хожу в салон маникюрный делаю у меня значит гель-лак и я хожу туда раз три-четыре недели сейчас прошло две недели я у меня нет мне ни времени и ресурсов каждые две недели ходить в салон и делать новое покрытие тем более даже не рекомендуется конечно вот двухнедельные как бы ногти выглядят уже не сам свежим образом но уж простите меня пожалуйста и давайте будем смотреть не на мои ногти а на украшение все давайте теперь перейдем к рассматриванию украшений начнем с простеньких я даже не знаю ну вот давайте начнем с этого кулона я нашла его и вообще сначала не поняла если честно говоря он был на витрине что это такое за штука тарелка с цветочками как я по себе подумала какая-то значок не значок в общем короче это кулон ведь у него есть такая держалка для цепочки можно и носить на короткой цепи на на толстой на широкой на узкой ведь она довольно такая вот просторная можно любую любую цепь или любой какой-то шнурок кожаный или замшевый сюда даже про 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 дети я даже думаю что на шнурке лучше хотя я ношу и на таком у меня серебряный такой как знаете цепочка из такая не гнущаяся плотная серебряная цепь она не очень тонкая не очень толстая но она как чокер такая и получается симпатично знаете мне очень понравилось это украшение именно своим вот своей какой-то такой необычностью согласитесь такая металлическая пластина на которую приделана припаяна я даже не знаю наверное припаяна вот такой вот букетик веночек состоящий из очень нежных голубых и темно-синих темно-сиреневых цветков выглядит очень мило очень нежно несмотря на то что украшение крупной с обратной стороны у него такая вот брошированная поверхность и вот эти в трех местах видимо в местах пайки есть такие вот выпуклости видимо здесь она была припаяна не знаю вне возраст не не производителя ничего не знаю ничего не нашла не нашла ничего похожего ничего подобного но тем не менее люблю ее нашу с удовольствием мне она очень нравится и все очень и хвалят получаем массу комплиментов когда я надеваю за ее так необычность скорее всего из-за то что она как бы почему я говорю она это же не брошь но это кулон он честно говоря вот нигде больше не видела ничего подобного следующее давайте рассмотрим вот это колье она маркирована это современная конечно же колье маркировка гес все знаете эту компанию вот такая вот вот такой здесь висит шилдик на цепочке и здесь написано гес это конечно же современная компания производит одежду сумки в углу наверное даже не знаю украшение было очень популярно в 90-е в начале двухтысячных просто гремела и громыхала сейчас как-то тоже поутихла их слава немножко в принципе ну до сих пор у нас очень даже их носят очень популярны вас особенно их сумки я так понимаю что больше популяр даже в европе чем у нас потому что у нас как-то их уже так поутихла слава а в европе я смотрю вот девочки показывают что у них они довольно дорого стоят и очень-очень даже в ходу у нас принципе тоже они не дешевые и украшение одежда но как бы так популярность немножко утеряна особенно среди молодых они как-то не особенно уже увлекаются этим брендом а взрослые девочки увлекаются даже очень про это украшение хочу сказать очень эффектно вы знаете она настолько эффектно выглядит на шее как вы видите здесь несколько кристаллов один такой большой в центре и по по убывающие они идут вокруг шейки значит они довольно довольно короткое колье вот такая вот цепочка сверкающийся теперь сверкающие переливающие переливающиеся благодаря вот знаете вот этим вот насечкам которые делают ее такой блестящий я не знаю как называется такой вид цепочки я вообще так сказать не волшебника только учусь все мои познания в ювелирных названиях винтажных брендов и названий всяких цепочек замочков крючочков и прочего очень-очень еще как бы я плаваю в этом но я стараюсь не судите меня строго с обратной стороны они закрыты эти кристаллы вот таким вот образом они сделаны и действительно они настолько красивые ну я бы даже предположил что так вот сваровский уж уж так они прям переливаются красиво ну вряд ли конечно украшение гес не дешевые ну не то чтобы уж очень дорогие но довольно такие довольно стоит каких-то денег нельзя сказать что они стоят совсем ничего ну а это мне досталось как всегда в секунде долларов за пять я вообще девочки не знаю я не озвучиваю цены дело в том что у нас все эти украшения когда-то вообще стоили в секунде от 2 3 доллара потом они стали 4 5 часа не стоит 5 6 7 некоторые подороже за 10 за 12 но в общем и целом все мои украшения примерно в пределах вот четыре пять шесть семь максимум долларов следующий у нас браслет не думаю что он винтажный даже думаю что он не винтаж скорее всего не знаю вы знаете я после нескольких видео когда я там брякала что-то типа там ну я уверена что это украшение с пятидесятых шестьдесятых годов и меня знающие люди в комментариях поправляли я уже как бы опасаюсь какие-то делать такие умозаключения опять же потому что я только учусь и как бы пытаюсь понять что к чему в этом деле но для меня как бы критерием является красиво некрасиво есть вещи которые я точно могу сказать что это винтаж даже с моими так сказать не очень глубокими знаниями есть вещи которые очень трудно определить винтаж это или нет я иногда смотрю вот девочки показывают видео и говорят это точно там 50-60 годы я просто теряюсь совершенно не представляю как они могут так вот на глаз определить но видимо это опыт и знания у меня опыта и знания маловато поэтому я все это делаю как бы вот как профан но тем не менее мне очень это нравится я очень увлечена этим этим занятием поэтому не судите меня строго браслет он очень красивый на мой взгляд посмотрите как он красиво конечно же выглядит на руке потому что он яркий разноцветный летний но и не столько сейчас как бы дело к осени и в общем-то и осенью вполне можно носить несколько цветов у него причем такие цвета красивые яркие очень необычные я думаю что это пластик конечно же с обратной стороны он выглядит вот таким вот образом очень простая задняя сторона сами звенья между соединение между вот этими вот элементами довольно простое сделано вот такие вот колечки но не совсем ведь колечко такое витой то есть немножко такое ну как бы затея не совсем уж простенькое мне вообще почему-то кажется что он из каких-то не непростых украшения почему вот я опять же качество хорошее опять же вот эти вот колечки соединения не просто какой-то металлическое такое звено видите сделано с с фантазией и вот эти вот оправа самих кабошонов очень сделано необычно красиво очень качественно выполненный обычный совершенно замочек удлинительная цепочка на которой застегивается который застегивается этим замочком ну и вот такой вот симпатичный браслет тоже не нашла ни производителя не годы выпуска но он довольно тяжелый знаете в общем то даже если это пластик скорее всего по звуку наверно пластик хотя тяжелый тяжелый может быть и стекло но вряд ли скорее всего пластик но по весу он довольно тяжеленький поэтому я делаю вывод что даже если пластик то пластик качественные и хорошие так давайте перейдем еще вниз три браслета все они похожи друг на друга у них есть маркировка маркировка которую очень трудно очень трудно разобрать но я разобрала здесь вообще почти что не видно она здесь надо очень сильно приближать чтобы разобрать эту маркировку вот здесь вот сама лучше она видна но тоже очень плохо это мексиканские браслеты альпака как они называются в интернете я нашла нескольких вариантов называется альпака мексика альпака мексиканские браслеты украшения сначала я даже заподозрила что они серебряные но нет вот все вот эти вот знаки обозначения нигде не указана их проба и принципе если это конечно серебро то проба должна быть хоть какая-то указана или написано стерлинг или что-то написано такое что будет обозначать их происхождение и материал но нет сделаны они очень красиво это эмаль вот это вот mother of pearl то есть перламутр видите какие красивые очень симпатично выглядит на руке у них такая застежка сложная довольно трудно вот так вот надавливается вот так он открывается надевается на руку и защелкивается я это сделаю за кадром не буду делать сейчас потому что это довольно сложный процесс я не могу сказать что они довольно легко открываются и закрываются то есть вот так вот легко защелкивается на руке это как бы немножко немножко сложно но я вам конечно примере покажу как это выглядит на руке их было три в магазине каждый из них стоил по моему по 6 долларов сначала я решила не покупать все три хотела выбрать но поняла что выбрать я не могу потому что все они необыкновенно красивые такие красивые цвета и решил купить все три вот такой вот я шопоголик да опять же повторюсь это не серебро хотя очень похожие я находила в разных ресурсах в некоторых написано что это серебро некоторых написано что это серебряного тона браслеты это не серебро хотя очень хотелось бы и очень похожий как бы мексиканское вот серебро считается что у них много серебряных изделий которые не маркированы но это не серебряные изделия к моему сожалению как было бы замечательно прекрасно давайте перейдем у меня есть еще две брошки и одно колье но вы видите мне все лежит посмотрите какая необыкновенная красавица вот так она сделана сзади никаких маркировок тоже на ней нету никаких обозначений за возраст тоже не скажу одному взгляд совершенно не не определяемый возраст по застежки и по обратной стороне хотя не знаю выполнена на очень хорошо и очень качественно все стразики на месте все на месте это тоже скорее всего пластик может и стеклышки такие художественные такие красивые посмотрите брошь в стиле арт-деко брошь крупная эффектно и видно и бросающиеся в глаза кабошон и зеленый красный в стиле гуччи я бы сказала вот такой вот такие вот расцветки потому что бросьбы красно-зеленым не очень сочетается но если вы посмотрите на изделия фирмы гуччи они очень часто используют именно у них вот эта красно-зеленая полоса это их как бы фирменный знак и вообще это их фирменные цвета красный зеленый не ярко-красный и ярко-зеленый вот именно вот такие вот цвета значит я нашла похожую брошь я вам поставлю картинку ее сделанную из платины с бриллиантами два зеленых кабошона из джидеита продана она была на каком-то ювелирном веб-сайте я нашла продана такая брошь была за почти 20 тысяч канадских долларов ну потому что по-моему из платины и с бриллиантами вот вот эта часть не помню из чего очень похожие но это просто как брат-близнец моей моя конечно красиво ее повторяет к сожалению совсем не из тех материалов и не то не из того сделано но брошь очень эффектная очень красивая и я довольна и с удовольствием ее ношу несмотря на то что стоит она значительно меньше чем оригинальная брошь с которой видимо она была скопирована видимо то брошь имеет какой-то какую-то историю поэтому вот делают под нее копии следующая брошь это тоже такая историческая вещь можно сказать вот про эту брошь я наверное даже могу сказать что она винтажная возможно и вероятно опять же нашла ее картинку изображения и описание сейчас я возьму свой телефон и прочитаю вам это очень известная в принципе форма броши особенно для людей живущих в англоязычных странах потому что это брошь повторяет селтик по-английски это называется селтик дизайн это кельтский о господи забываю слова дизайн кельтов кельтская брошь форма этой броши описывается как пеннеллор по-английски по-русски нет такого слова я пыталась найти перевод это не сомкнутое кольцо вот если переводить на русский язык по-моему нет такого слова это кольцо которое имеет какое-то вот отверстие как бы не сомкнутое с одной стороны значит оригинальная брошь вот такая вот была она найдена в ирландии в средневековый период также использовалась вот этот дизайн в англии в шотландии в ирландии но в общем с тех вот краев история оригинальная форма вот этой броши и именно вот так вот они бы выполнялись вот этот полукруг это подобие меча и три кристалла три драгоценных камня используются они для закрепления одежды плащей в общем приделывание всяких элементов одежды друг другу как как застежка пуговица оригинальная вот так вот в нее продевалась ткань то есть она использовалась как такая вот как пряжка и в общем то она могла двигаться по ткани очень интересная брошь очень интересный дизайн я видела много таких брошей на картинках я знаю что они вот есть ценители которые увлекаются собирают именно броши вот такого дизайна потому что их необыкновенное множество есть действительно очень старинные есть такие более более современные есть именно вот копии вот типа этой ну что могу сказать мне кажется что она действительно винтажная так вот во всяком случае выглядит она довольно старенький старенькой маркировки никаких нету но конечно она очень красивая во-первых во-вторых действительно вот брошь такая с историей не просто какая-то красивая брошечка а именно вот имеющие какие-то под собой исторические корни это всегда очень интересно и всегда очень приятно находить что-то такое магазин и последнее мое украшение тоже современное но безумно красивая зеленая моя любовь к зеленым украшением вам наверное знакома и вообще к зеленому цвету значит это подписанное подписанное колье имеет маркировку энклейн как вы видите наверно заплатила за него много долларов 10 наверно в нашем секунде но не смогла устоять потому что она необыкновенно красивая и все переливается и блестит довольно длинная вот такая вот история длинная цепочка со стразами таких красивых блестящих цветов что конечно глаз радуется и прям вот еще ни разу не носила но в предвкушении видите как красиво они сделаны кристаллы открытые с обратной стороны есть вот такие вот интересные кристаллы с разводами если вы видите есть такие немножко более голубой тон есть совершенно такие зеленые травяные ну вот собственно и все наверное а есть еще маленькие белые вот такие вот прозрачные кристаллики ну в общем цвет конечно очень красивая безусловно яркое желтое золото сохранность прекрасная а есть еще вот такие вот пустые просто вот такие вот элементы металлические я честно говоря сначала думала оба когда увидел потерялся камушек а потом посмотрела стоит много и поняла что это так задумано ну очень красивое ожерелье длинное длинное колье я бы назвала его бесподобно красиво цвета блестит переливается конечно шикардос ничего не могу добавить и прибавить конечно современное но думаю что в оригинальном магазине она стоила прилично ну так прилично потому что и клейн украшений вообще весь этот бренд он не очень дешевый поэтому вот считаю что мне очень повезло за 10 баксов купила она совершенно новенькая красивая и сверкает и блестит и мой любимый зеленый цвет ну вот дорогие друзья такие сегодня у нас были находки я надеюсь что вам понравилось я надеюсь что вы получили удовольствие и увидимся совсем скоро в следующем видео об украшениях примерок одежды болталок и так далее все что вы любите все что вам нравится с вами была ваша дита всем привет из канады пока вы говорите пока вы говорите